Всем привет! Сегодня на обзоре вот такой советский микропереключатель MP1-1, 1982 года выпуска. Для тех, кто не в курсе, коротко поясню, что это такое. Это малогабаритный однополюсной микропереключатель с одинарным разрывом цепи. Предназначен для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. Выпускается в климатических исполнениях УХЛ и В. И предназначен для объемного монтажа. Условия эксплуатации. Температура окружающей среды от минус 60 до плюс 125 градусов Цельсия. Относительная влажность до 98% при температуре плюс 35 градусов Цельсия. Атмосферное давление от 0,6 до 104 кПа. В данном микропереключателе присутствует содержание паладия и серебра 999-й пробы. В описании будет написано точное количество в одной штуке. Я его немного разобрал, чтобы показать вам, как он устроен внутри. Тут такая кнопка, которая замыкает контакты. Драгметаллы у нас находятся вот на этих напайках внутри. Вот они. Тут одна напайка, снизу и посередине подвижный контакт. Так как здесь мне неудобно его вскрывать, я вам готовую покажу. Вот этот подвижный контакт с содержанием паладия. И вот неподвижные вот эти вот напайки. Видео о том, как их снимать, уже есть на моем канале. Ссылочка будет вот тут вверху. Так что, всем, кому интересно, обязательно посмотрите это видео. Кроме этого, вот эти детали содержат посеребрение. То, а вот этих цифрах, ромбы и цифры. Это означает приемка. Чем выше цифра, тем качественнее приемка. Если стоит цифра 1 здесь просто, это стандартная проверка ОТК. Цифра 2. Контроль ОТК с проведением дополнительных климатических испытаний. Цифра 5 в квадрате проверка ОТК для продукции, не прошедшей, военную приемку. Если пятерка в ромбе, то это военная приемка. Семерка в ромбе, то же, что и предыдущая, но с климатическими испытаниями. Девятка – это особая серия или особая малая серия. Бывает такая надпись – это особая стабильность функционирования. Этот вид проверки чаще всего привязывает к атомной промышленности. Данный восьмерка – это значит, где-то близко к девятке будет. Ну и по поводу климатических испытаний еще хочу сказать. Это если стоит буква В, в данном процессе не написано. Климатическое испытание. Это значит всесезонное исполнение. Буква У – умеренное. Буква Т – тропическая. Или три буквы У, Х, Л – это исполнение умеренно-холодное. На этом обзор закончен. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok